Привет, друзья! Нездармая сегодня находятся в Музее этнографии и фольклору Академии навук, а за моей спиной экспозиция с предметов побута. Многие из этих вещей, которыми когда-то использовались наши родители, теперь вышли из жидкости и названия забываются. Поэтому давайте узгадаем их. Обозначает оно невеликую бочку для напитков, которая имеет 2 дня. У словнику Павночна-Заходней Беларуси фиксуются два вариантии – барылка и барылак. Утворились они на основе слова барыла, якое мае больше давнюю историю. Подтверждается это тем, что в украинской мове слово фиксуется с 16-го года. До речи, многие мовознавцы лечат именно украинскую мову ради этого слова, другие этимологи – итальянскую. Слово барыла фиксуется у словнику Насовича середины 19-го года, и это слово, в общем, мае несколько значений. Первое – бочка на 3-4 вядры. Другое значение – тычется мажного человека. А еще в 19-м ста годзе так называли невельми разумного человека. У наступного слова заблытанный ланцужок утварения, але значение докладное и одно. Балея – это слово в белорусской мове обозначает низкую, довольно великую посудину металличную, альбо дравляную, в которой, звичайно, мыли белизм. Как лечат эти темологи, первопочатково это слово утворилось в французской мове. Затем оно перейшло в голландскую мову, отколь трапела в немецкую, замацавалася там, так, что навод праникла в диалектную мову. И на основе диалектного немецкого слова трапела в польскую мову, отколь его запазычили в сходнеславянские мовы. У наступный раз разповеду, где наши прородки заховывали мед и учим переносили приготовленную ежу. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok